В Корсаковском районе прошли масштабные учения Сахалин Энерджи по борьбе с нефтеразливом. Это специальный выпуск программы «Энергия». На производственном комплексе Пригородной повреждено выносное причальное устройство. Произошел аварийный разлив нефти. Такова легенда большой тренировки Сахалин Энерджи. Такие учения здесь проводятся на регулярной основе. Давайте посмотрим, как это было в этот раз. Комплексные учения проходили в акватории порта Пригородная и на побережье лагуна Бусен. Мозговой центр располагался в двух штабах. Первый координировал работу на месте, в Пригородном. Второй из Южно-Сахалинска. Сценарий разделили на несколько основных этапов. Сценарий предполагал несколько основных этапов. Первый этап – это обнаружение утечки и информирование всех сил и средств, которые задействованы при ликвидации вареных разливов нефти. После информирования происходит мобилизация имеющихся ресурсов из числа нештатного рейно-спасательного формирования и профессионального рейно-спасательных формирований. Мобилизуются суда в акваторию порта Пригородная, производится оценка и расчет воздействия и разрабатываются тактические планы по ликвидации разливов. По замыслу учений основные операции разворачивались в море с участием 12 судов одновременно. Первыми в бой вступили дежурное судно для ликвидации разливов нефти – «Нефтегаз-55», четыре портовых боксера «Свицер» и два прибрежных катера. Им в помощь пришли еще четыре судна «Сахалинского филиала» морской спасательной службы «Агат», «Рубин», «Водолаз Зубченко» и «Хайтек». И вот сейчас начинается самая зрелищная часть тренировки – локализация и ликвидация условного разлива. Тревога учебная, спасатели настоящие. Установка плавучих боновых заграждений позволяет максимально оперативно локализовать условный разлив. За короткое время с разных судов было выставлено сразу пять рубежей защиты. Теперь в ход идет скеймер. Это устройство с помощью щеток собирает нефть и передает в судовые емкости. Судно-снабженец «Спасифик Эндевор» распыляет диспергенты. Они разбивают сплошную нефтяную пленку на миллионы капелек, которые могут опуститься в толщу воды. Основной особенностью данных учений было это отработка взаимодействия и согласование применения диспергентов. Как мы знаем, на территории Российской Федерации небольшой опыт применения данных тактик по ликвидации разливов нефти. И здесь очень важен тот опыт, который мы пытаемся реализовать для того, чтобы максимально защитить ту чувствительную окружающую среду, которую мы имеем на акватории залива Нива. По словам руководителя штаба операции, одновременное выполнение мероприятий и на море, и на берегу дало возможность достичь главной цели учений – повысить готовность к подобным чрезвычайным ситуациям. Условный разлив нефтепродуктов был ликвидирован за 6 часов. КОНЕЦ Панике не поддавайся, если ориентир исчез. Лезь на дерево повыше, чтобы звук машин услышать. Юг и север различай, их приметы точно знай. Мох, где север, там растет. Муравейник к югу льнет. Знать об этом должен каждый. Безопасность – это важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова